крупный план это мне все время эта фраза для слушателей старше 16 лет заставляет вспомнить о своем возрасте новый день до 13 6 минут нашем городе у микрофона владимир сметанина владимира маматова пресс-секретаря компании видеть я приветствую в студии нашей радиостанции да по-прежнему мы общаемся дистанционно какие неделю назад ну вот не закончится у меня еще карантина жду результатов анализов но когда у тебя она заводит жду уже неделю валусь уже неделю жду вот звоню звоню дозвониться не так-то просто чтобы спросить а как там дела пока не говорят пока говорят не готова ну ладно чувствую я себе хорошо надеюсь что мы скоро очно встретимся но я тоже надеюсь что ты как бы не испортишь не испортишь статистику да знаешь буквально вчера вечером я пересматривал тот сам не легендарный эпизод с твоим участием с участием президента путина боже я имею ввиду да при я не знал что у меня есть такой пока в декабре 2014 года нет я просто еще раз я хоть захотел освежить в памяти что же тогда сказал президент а мне казнил ты посмотрел ты посмотрел эпизод четырнадцатого года или шестнадцатого да 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 нет я четырнадцатого смотреть в четырнадцатом году этой фразы не было президент тогда сказала что мы будем всемирно поддерживать наших производителей и будем вам как это он выразился отвоевывать наш национально помогать отвоевывать помогать отвоевывать слушай уже шесть лет прошло с тех пор отвоевали хочется спросить я понимаю что долго можно говорить но вот хотя бы какие-то основные вехи которые были за это время немножечко отвоевали безусловно совершенно но ты зря не посмотрел шестнадцатый год потому что у меня же было две эпохальных апсада да я помню да так вот шестнадцатом году перед тем как наконец два не махнуть мою сторону президент наш батюшка он выдал в следующую фразу водки нет квасу да так быстро слоган такой чудо сформулировал как слоган это не сработало потому что этот мем не распиарили ничего этого не случилось и дальнейший диалог был к моему глубочайшему стаду он был отвратителен именно с драпандургические точки зрения был неправильный там был сложный вопрос который не интересовало особо ни президента не публику и когда я уже его проговариваю я понял что зря я его формулировал ну вот водки нет квасу да это чистейшая цитата из вадима владимировича путина избрана когда-нибудь может быть издадут ну чем позже тем лучше тем самым здоровье пожелали конечно конечно у него недавно был день рождения мы его не поздравляли кстати зря не поздравляю но это объясняется еще коронавирусными страшками поэтому мы не собрали посылку я не полетел в москву и не стоял там у администрации президента корявым своим почерком водя дорогой вадим владимирович сам от коллектива завода может быть следующем году когда не будет это к вида бесе всего как-то все легче будет и спокойнее ну тогда да ну не знаю может быть особенно придирчивые люди скажут что некорректно сопоставлять вот тогда водку и квас все-таки это оба наших национальных исконно продукта и вот кто-то скажет что эти квас он тоже там что-то содержит этакое и тут до сих пор да и тут вспоминаются еще не умолкающие простого слова алкоголь 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 да алкоголь как мы как многие говорят люди старые заказа как они так привыкли и тут ведь не умолкают еще споры да в водительской в водительском сообществе можно квас пить перед тем как ты садишься за руль нельзя его пить я кучу как кучу роликов видел когда опровергают сами сотрудники гибдд говорят что да пейте на здоровье только не усердствуйте сотрудники гибдд как всегда вот и стоя с другой стороны как всегда когда половинчатая информация у людей когда у них нет полной картины они несут ересь вот ну чё тут сделаешь так всегда бывает вот и сейчас мы это быстренько заблуждение разложим по полочкам развеем и объясним почему собственно говоря вятский квас разумеется только вятский квас следует пить находясь за рулем и почему надо осторожно подходить если вдруг вятского кваса не оказалось и ты купил что-то другое это ты уже сделал ошибку раз но главная ошибка не посмотрел что ты пьешь вот я во всех своих выступлениях передачах разговора я призываю абсолютно искренне кстати говоря вот без всякого наигрыша без звукавства без отсылок самому вятскому квасу или вячу это просто полезное правило как чистка зубов ботинок там вот это все да ребята смотрите этикеточки просто читайте ну взял продукт ну не поленись ну посмотри что там написано срок годности посмотри сколько там стоит посмотри что входит в состав то есть ну и как бы принимая решение уже на основе хотя бы этой информации она не полная иногда очень не точная потому что ребята маскируют допустим содержание сахара под названием углеводы они пишут что это сахар примеру ну там есть нюансы но в любом случае это мы сейчас говорим вообще в принципе о продукте любой пищевой продукции вот любая пищевка пожалуйста покупаешь ее возьми в ручки переверни и 30 секунд 15 секунд потрать на то чтобы прочитать этикетку все ничего не надо просто привычку себя выработать вот я себя вырабатывал эту привычку честно тебе скажу после того как я понял начал разбираться с чем собственно нас кормит и и поет вдобавок да то есть самый момент очень интересный ребят и вот меня очень часто играют и ерунда но взял я вот этого ну там вредно что-то но я один раз взял два там фигня как есть такая вещь как кумулятивная то есть накопление веществ в организме то есть есть если ты употребляешь что-либо что остается они не вымываются до в обмене остается накапливается в организм такие вещества есть вот ты употребляешь микроскопические количество но каждый день через пять шесть семь восемь десять пятнадцать лет дай бог тебе здоровья у тебя в организме этого вещества будем говорить культурные парламентские накапливается столько что у тебя появляются всякие разные бобо и эти бобо ты наивно списываешь там на заражение какие-то отравления там на возраст на магнитные буря происки врагов всевозможных в космосе на земле и так далее хотя вино этому только одно твоя безалаберность то есть то что все что нужно было сделать это взять этикеточку и прочитать вот вернувшись квасу сейчас тебяцкого дело в том что есть несколько прекрасных компаний я знаю их лично в россии которые выпускают квас короткого срока годности то есть там 14 дней 20 дней и так далее то есть квас который в идеальных условиях вот что такое идеальные условия и кстати говоря что для пива разумеется без алкогольного потому что мы говорим всегда только канал вот для пива и для кваса идеальный условия примерно следующий 4 градуса холода ну прошу прощения просто 4 градуса по-русски да 4 градуса цельсия плюс 4 да плюс 4 да но это холодрога все равно собачья ну да нам все равно 4 примерно час за окном так да ну в общем то тут ты прав полностью тебя за окном мне за окном на меня еще ходить по улице а то на изоляции так вот 4 градуса темнота и полное отсутствие вибрации вот представь себе наш магазин в котором все эти бутылки напитков стоят приз на свету температура холодильнике отеручаюсь наши люди так любят экономить электричество в магазинах вау ты подходишь к холодильнику в какой-нибудь торговой сети прикасаешься к нему и ты понимаешь что ну там ниже чем в торговом зале но там не 4 градуса так вот не выдерживаются у нас не условия хранения не условия ну короче говоря еще проще говоря ребята квас когда-то выпускается выпускается 14-20 дней если он неделю стоит холодильнике в магазине уже все дальше уже рискованно почему приходило в том что в классе которым 14 там 20 дней они выпускают по старинке нормальными совершенно способами но у них есть нюанс у нас есть ледяная фильтрация мы дрожжи вот все живые дрожжи то есть которые могут вызвать брожение не все осаждаются то есть у нас нет пастеризации просто вымораживается сам раствор они оседают и что квас что без алкогольное разумеется пиво процедура одна этаж то есть поэтому можем держать срок годности долго то есть в 31 день это самое свежие у нас по безалкогольным разумеется пиво квас там по моему 180 даже держится но не суть вот то есть длительное хранение у нас возможно у них этого нету они делают по старинке и абсолютно правильно делают потому что на самом деле сквас с коротким сроком годности очень вкусный ребята он ничуть не хуже вятского честно скажу вот меня если поймают и услышат это владельцы завода ними вторую голову за это просто ай-яй-яй да но я пробовал две-три фирмы которые по моему одна в тули а вторая вот забыл где вторая с директорами говорил с ребятами там говорил пробовал все это да очень хороший продукт очень я согласен с тобой просто так повелось исторически что квас это тот продукт который не готовят впрок да это то что нужно потреблять уже завтра послезавтра как ты знаешь как и пиво все время было до того как разобрались с дрожжевым с дрожжевым брожением по-настоящему то есть не на не начали понимать работу микроорганизмов растворе да это биохимическая тема отдельная песня так вот дело в том что выпуская вот этот квас с коротким сроком там остаются живые дрожжи называемая это гарантия того что как только температура повысится от четырех градусов уйдет вверх у тебя начнется брожение и у тебя если он не взорвется до бахлина от давления то произойдет еще одна большущая неприятность у тебя очень быстро начнет вырабатываться спирт то есть алкоголь и сахара сахара перерабатываю естественно и сладенького класса он медленно но верно превращается довольно крепкое пиво уже не безалкогольная так вот смотри сюда механику ты покупаешь вот этот квас квас действительно можно пить находясь за рулем дело в том что для того чтобы получить в крови эквивалентная 1 пол литровой бутылки без алкогольного пива но с низким градусом ты должен выпить полтора литра вятского класса ну в одном выпить мгновенно то есть не отрываясь от бутылки да и замерить показатели алкоголя там течение полчаса не больше но что дальше у тебя выветривается ничего не будет уже то есть промилле твоя падает не поймать тебя будет так вот ты берешь квас который изготовленным с коротким сроком ты в машине едешь кладешь его на солнышко под стекло у тебя через 15 20 30 минут содержание спирта там резко начинает расти за час-два она у тебя дорастает до до ситуации когда у тебя уже человек с жезлом сплава продавец полосатых палочек который тебя остановит и даст и алкотестер он тебя поймает то есть у тебя будет превышение именно поэтому вот с этими вещами садиться за руль нельзя то есть если ты и читайте этикеточку если ты берешь что-то пить вот то что на кефир к этому не относится кефир не начнет бродить там точно также нету никаких живых дрожжей общения то есть там бродильный процесс не пойдет то есть один по моему боюсь ошибиться 1 и 12 разрешено 1 и 2 или 1 и 12 не могу сейчас вспомнить точно это количество алкоголя которое разрешено гостом для содержания в квасе вот 1 и 2 это ты должен выпить лавину просто его это на этикетке если не ошибаюсь да да совершенно правосы вот но еще раз можно только те виды кваса которые предполагают хранение хотя бы больше двух месяцев все там ясно чтобы ради брать процесса брожения там не будет все вот и гаишникам все правильно можно пить но можно пить только с длинным сроком и водителям которые говорят о том что это безопасно тоже они абсолютно правы и опять же только в случае длительного срока ранее вятский квас под это подходит ура с песней президент был прав но если перевернуть всю эту историю наоборот и представить себе человека который так скажем не против да у которого в крови там появился алкоголь ну с утра ему вот например плохо да то есть квас то можно взять нагреть его нет его не надо нагревать опыт употребить не надо нагревать потому что нагревать имеет смысл только горячий вятский квас который производится вообще говоря классная штука но она не зашла вот в том формате и в том размере на который рассчитывать первоначально я при я помню на театральной площади во время катания на катке ты знаешь горячий вятский квас приобрести тут скорее всего недоработанная маркетинговая схема я не исключаю что мы к ней вернемся там ближайший год два-три ну это отдельная песня то есть горячий вятский квас во-первых он по вкусу как глинтвейн вот один в один да да я пробовал да да только он безалкогольный это вообще прелестно совершенно весь всю зиму можно ему пить если бы он на каждом углу и свежий вот тут загвоздка именно в этом но от вятского класса отойдя горячего вернулись к вопросу собственно говоря похмелье ты имеешь ввиду да так вот похмелье это анекдот потому что мне кто-то из работающих как раз заводе вяч уверенно совершенно утверждал что от него прекрасно помогает вятский квас вот я воспринимал очень долго это как очередной слух легенду кто-то выдавал желаемое за действительно причем что именно помогло человеку в момент похмелья из того что он выпил или съел но это никто исследование толком не гадать можно да но ради интереса чтобы эту тему тоже как бы прояснить до конца и чтобы у нас не было никаких хвостов и не возвращаться потом я все-таки простудить простудировал кучу сайтов посвященных этой проблеме как не смешно и выяснилось что все потом все без исключения вот все без исключения патентованные лекарства призванные бороться с похмельем не работают то есть не янтарные кислоты не антипохмелины там не таблетки они немножечко улучшают кислотно-щевачный баланс крови они немножечко двигают там электролиты те же самые там кальция больше там все не вот но кардинальных изменений они никаких не придут за исключением трех препаратов вот два первых я не запомнил название по причине того что они были заковыристыми я их никогда не видел ни в одной аптеке это какие-то там вытяжки или настойки из каких-то растений грибов там южноамериканских по моему в общем экзотика экзотики абсолютнейшая причем то есть я я в советской действительности в российской не встречал а вот дрожжевые культуры действительно в этом этом большой анекдот дрожжевые культуры все напитки без исключения содержанием дрожжей срабатывают то есть они действительно помогают организму минимизировать эффект отравления алкоголем то есть ну когда ты перебираешь грубо говоря у тебя если правильно помню появляется ацетальдегид да 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 то есть если ну вещество которое собственно является основным ядом и вот и похоже что правда что действительно вятский класс является безопасным потому что алкоголь это в нем как известно 1 и 2 всего лишь безопасным средством для похмелья ребят когда-нибудь мы попробуем провести масштабные исследования на эту тему я ну вот я как раз недавно совсем говорили на тему почему вы не начинаете на вятище плотного контакта с медиками действительно не возьмете там допустим медицинскую академию вятскую и здесь не сделайте с ней совместные исследования того как влияет тот или иной продукт на вот это вот это и вот это то есть какие последствия возникают не возникают так чтобы это не какие-то ангажированные связи чем не дай бог чтобы это люди которые ну понятно все там мы купили этих людей они выдали нам свои результаты нет так чтобы это было в чем лучше всего это сделать московской серьезной компании я имею ввиду медицинской академии потому что у нас денег наверно на то чтобы подкупить московских профессоров не хватит вот просто почему покупать просто честно заплатить им за свою работу совершенно правильно вот за это можно заплатить и у но это если вот мы говорили на эту тему это из эти исследования даже скорее всего мы отложим до окончания эпидемии ковид-19 только потому что сейчас все что ты будешь говорить про здоровье все что ты будешь рассказывать о болезнях осложнениях и так далее перспектива все будет накладываться на большой мейнестрим связанные с масками перчатками и прочим трагизмом вот ну так или иначе слоган на вятский класс здоровья спас он является легитимным актуальным потому что там определенные определенная история у официального утверждения этого всего было да потому что действительно официально утверждено наличие витамина b и наличие витамина c то есть подтверждающие документы никаких проблем с тем чтобы объявить об этом не существует 4 минуты у нас до рекламы остается давай к безалкогольному разумеется до пивом мы перейдем к чему же еще скажи пожалуйста к чему же еще мы можем перейдем уже еще потому что сейчас вот рассказывай да и говоря о квасе ты неоднократно упоминала точки соприкосновения с квасом есть в чем изюминка давай еще раз напомним безалкогольного продукта компании витч ну это ты очень интересно тем затронул по одной простой причине я буквально когда это было это был по-моему среда или четверг той недели боюсь ошибиться в дня мне удалось очень пудотворно переговорить с владельцем одной торговой сети по-моему это крупнейшая торговая сеть в россии вообще ну вот с изумлением потом после разговора я залез в педевики и прочитал в ней что-то долларовый миллиардер оказывается я не знал я думал ротом просто обычный мультимиллионер с которым я уже привык разговаривать миллиардерами пока вот навыка нет вы дожди владелец всей сети или представительство в нашем городе владелец сети в том-то и дело мне 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 очень просто мне сейчас на меня очень важно до этой планки подпрыгнет не надо никаких планок люди как говорится человек рождаются голым и гол покидает это место вот так разговор с ним состоялся очень интересный такой эмоциональный учитывая что мы с ним оказывается одногодки вот со взаимными обвинениями в различных неправильных поступках и в непонимании в итоге мы пришли какому-то консенсусу относительно продукции вяча в целом да но при этом у него был один из элементов который не был да что ты мне рассказываешь рассказываешь но все же одинаково чё все предлагают все одно и то же там из одной бочки а ты мне тра-та-та-та на что я взвился и объяснил ему на абсолютно русском языке почему он глубоко не прав почему он ошибается на что он ответил что если ты вот считаешь что я вот это то зачем ты вот это вот звонишь мне вот этому вот человеку тогда мы то есть мы общались очень хорошо общались но вот этот аргумент что это похоже на все остальное меня честно говоря задел почему потому что я знаю что это не так потому что вот этот вариант фреша да то есть 31 день короткий срок годности он абсолютно шикарен это абсолютно точное попадание в яблочко это настоящая удача торговая почему ничего похожего на полке его торговой сети нету у него там нет этого в принципе ни в каком виде ни одного товара с этими характеристиками него нет то есть и все то есть там не на никакой 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 аргументации надо просто взять вот налить в один стакан наше безалкогольное 31 день которые в другой стакан налить абсолютно любой вот любой продукт который у него там есть все что хочешь да импортное не импортное привозное местное какое хочешь на у тебя не будет ничего похожего у тебя будет где-то напоминать что-то да но такого у тебя нет все вопрос снят и вот именно из-за этого мне вообще говоря это вся тема и нравится то что подожди подожди вообще при ради чего вы затея на этот разговор то был мне хочется спросить того чтобы продукция вятича попала на конечно 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 хотелось бы в реальную жизнь верну конечно кони воводь ну а на какую тему еще вы так что договорились в конце воводь не представляешь что такое переговоры с торговой сетью это недели и месяцы разнообразного общения переписки образцов убеждений танцев с бубнами всевозможных пассажей и так далее и то есть чем дело тут единственное тьфу 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 надо постучать по голове как по деревянному предмету единственное то что мне кажется удачно то что удалось переговорить с владелецом этой компании и он отдал команду как бы коммерческому верхушке своей до топ-менеджмента о том чтобы они занимались этим вопросом это большая удача потому что даже просто пробиться региональной компании в торговую сеть наверх у нас между прочим кроме вятского класса который более-менее представлены федеральном уровне все остальное не стоит ни в одной сети по стране и это и это между прочим гигантская проблема потому что по уровню по качеству по способности конкурировать мы не если не в первой тройке то в первой десятке сто процентов совершенно и можно это доказать понимаешь вот я тут как старая боевая лошадь начинаю пить копытом на нем то же ребят ну пустите давай ну давайте мы сейчас попробуем да этот меня такой спортивный интерес появляется вот так я вижу в кадре голова звукорежиссера нашего появилась это видимо значит что пора уйти на рекламу нам сейчас немножко нужно помолчать полторы минуты мы продолжим владимир маматов пресс-секретарь компании ветич вернемся очень скоро крупный план и знаешь любопытную шутку в перерыве прочитал жена упрекает мужа ну что ты все время подходишь к холодильнику открываешь что там пробуешь все время ешь и ешь и ешь и ешь он говорит это у меня такая профилактика я пытаюсь понять есть у меня еще вкус и обоняние и собственно нужно понять не заболел ли я вот я думаю что актуальная штука сейчас для для нашей страны владимир маматов пресс-секретарь компании ветич мы продолжаем наш разговор несколько дней назад до появлялась новость о том что в госдуме снова воскрес этот законопроект запрете продажи безалкогольного я добавлю пива в таре емкостью более пол-литра законопроект этот я прочел был подготовлен еще в восемнадцатом году вот снова сейчас его начинают рассматривать и все это преподносится якобы под предлогом улучшения здоровья жителей россии мол крупная тара она ведет к тому что народ спивается где логика конечно трудно понять но но вот они так думают они так считают как говорил лавров который наш министр д.б. ну я понял совершенно правильно то есть другого объяснения всем вот этим пируэтом этим фигурам нелепого пилотажа просто нету это люди не понимают люди просто оправдывают свою жизненную ситуацию то есть они пытаются доказать что они нужны то есть они изобретают законопроекты вносят их в думу них обсуждают доказывают выясняется в восемнадцатом году вот этот законопроект а изменение тары 0 5 и все не больше им от луп дал минэконом нам он ясно совершенно написал что ребята вот единственный момент когда снижалась алкоголизация населения это 7 8 годы и связан был не старой не с запретами а только исключительно с популяризацией безалкогольного разумеется пива и больше ничего то есть никаких подвижек в плане оздоровления нации за эти годы не произошло это статистика все а многочисленные запреты которые существуют в этой отрасли во-первых я очень люблю свою прекрасную родину за то что здесь что-нибудь делается а потом не доводится до конца то есть обычно у нас какое-то мероприятие проводят начинание какое-то затевает там это ну и чем выше человек который это проводит тем больше пафоса фанфар участников но ленточек награждений грамот за преодоление первых значит рубежей все здорово потом вдруг внезапно все эти люди оказываются на разных постах в разных углах нашей великой родины и вообще как бы уже другие люди занимаются этим проектом и он уходит с первых страниц с экранов выходит из новостных лент потом вообще говоря обнаруживается что в принципе это как не очень уже интересно и все не не бывает еще знаешь другой сценарий когда бабки вваливаются они осваиваются что-то 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 там разрабатывается потом спустя некоторое время об этом снова вспоминают снова начинают уваливать бабки еще больше варишь сметанин прекратите коррупционную тему развивать в эфире эхо москвы в кирове прекратите это заниматься раскрывать все это развивать все страшные тайны вы представьте себе мы сейчас возьмем любой нацпроект посмотрим там траты на этот нацпроект потом с карандашом в руках высчитаем сколько украдено а потом спросим а кто украл и в этот момент вы становитесь на скользкую дорожку 5 колонны экстремизма всего чего хотите не надо туда заходить это не наше дело не интересно это все нам важно другое нам важно тара для кваса и пиво все давайте ладно вернемся я я уверен что я убил тебя от страшной ошибки я тебя предусерег спасибо ангел-хранитель слушай ну я чуть я чуть старше тебя к сожалению к сожалению понимаешь я чуть старше и чуть видел видел чуть больше так вот ситуация очень проста с этим законопроектом об ограничении тары на пиво безалкогольное разумеется я уже говорил что там идиоты погоняющие идиотами внесли еще раз свой идиотский законопроект который мы уже один раз объяснили что так не надо но они были упорны 16 депутатов от единой россии 16 живых живых да 16 живых когда 26 бакинских комиссаров это 16 просто живых вот и все понятно сразу так вот законопроект это ерунда конечно но все начинания которые у нас проводятся в области регулирования оборота алкоголя в стране они за очень редкими исключениями кривобоки то есть вместо того чтобы организовать нормальный вариант когда у тебя существуют так называемые ну пабы вот такой черт снесли в свое время все рюмки которые существовали зачем это было сделано почему бы их не перепрофилировать мне перепрофилировать почему из того что было у бога не подумать и не сделать что-то более цивилизованное более качество было же начинание люди подожди подожди часть-то все-таки осталось в результате этих реформ да позакрывали позакрывали многие такие заведения но но что-то там еще теплится их вроде как на бумаге перепрофилировали в цивилизованные кафе где кроме да ну мы с тобой говорили об этом передачи где кроме бутерброда с селедкой можно что-то еще прикупить более более такое презентабельное ну ладно понимаешь вот все так абсолютно то есть подбрасывая ведь подбросив стоимость на алкоголь они проблема не решается никак контроль за продажи нелегального алкоголя правили контроль за продажи вот этих фонфериков черных драл он не эффективен абсолютно это вот та же вот 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 не могу не пройтись просто вот от этого в топика не могу удержаться это та же самая ситуация я имею ввиду контроля управления как и с ношением масок то есть на все вот в москве я был когда 8 8 9 октября количество полицейских на улицах я был удивлен их очень много количество объявлений о том что коронавирус все просто мы сражаемся с коронавирусом и каждую минуту мы на страже я слышу просто миллион там из каждого утюга раздается призыв но в аэропорту по которому разносятся призывы носить маски там штрафы сдавать анализы половина людей ходит с маски на подбородке или не прикрывающий нос часть людей их вообще не носит да вчера я захожу в магазин одной очень известной нашей торговой сети и иду без маски да ну просто я забыл она у меня в кармане и и вдруг ко мне подбегает один из продавцов будьте любезны оденьте игру ой прошу прощения я одеваю эту маску он совершенно спокойно отходит от меня я оглядываюсь вокруг и вижу что вокруг меня там пять шесть семь человек у которых она на подбородке не закрывает нос то есть смысла такого ношения маски нет в принципе сотрудник видимо посчитал что тебе видимо наиболее грозит нет дело не в этом а в том что как я ношу маску вот это уже никого не волнует меня ее выдают торговом центре я ее взял как-то нацепил на лицо вот как конечно мини бикини такое там один глаз прикрыто одно ухо прикрыто все пошел вперед то есть это тоже самое абсолютно с нашими запретами там торговли по ночам алкоголем то же самое с нашим контролем над продажей фунфериков то есть формально действие произведено но по факту смысл в нем ноль просто ноль потому что от того что ты таскаешь маску на нос у тебя остается открыт у тебя вероятность заражение коронавирусом не уменьшается ненасколько совершенно это просто фиговый листок нелепый причем добавки все вот и алкогольная политика в нашей стране она требует на самом деле настолько другого подхода вот просто другого и туда же даже говорить как-то непонятно с чего начинать потому что вот астана вот честно тебе скажу недавно совсем мы обсуждали как раз москве с одним вы скажем высокопоставленным товарищем эту тему и в итоге как ни странно мы пришли к обоюдному мнению что главная проблема в россии это отсутствие хозяев вот хозяев полном смысле слова то есть как же дураки и дороги не 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 это я тебе говорил что это дураки и дороги 2d это было раньше сейчас у нас 3d это длинные долгие деньги основная проблема страны это отсутствие длительный это низко это отсутствие низком процентных длительных кредитов на самом деле это так и невозможность обычному бизнесу без серьезного обеспечения получить финансирование тут очень большой трава очень большой не у вас не умение нашего скажем в гостей правительству к того угодно элиты обеспечивать текущими наличными то есть не наличными неправильная формулировка а оборотными с оборотами до оборотными средствами обеспечить население а вот этот гигантский тормоз на пути экономики налоги это отдельная песня между прочим оборотные средства это то что заставляет экономику двигаться вперед то есть это деньги не 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 лежат где-то не хранятся они действительно работают ну дело в том что самое правильное понимание денег деньги это кровь деньги деньги это кровь экономики нет крови нет бензина в моторе мотор не работает нет крови в организме он умирает все то есть наша экономика в этом смысле обескровлена у нас эффективность денег фантастически мало у нас капитализма то нет по сути да потому что у нас деньги толком не работают на самом деле капитализм и настоящий капитализм это система в которой работают деньги. У нас они буксуют на каждом шагу. То есть масса проблем, которые ты не решаешь с деньгами. И к величайшему шагу. Давай вернемся к вам. Давай. Просто мне хочется тебя уже немножко поторопить, потому что минута, где-то полторы остается. Давай резюмируем. В общем, запрет предлагаемый. Это фуфло очередное. Абсолютно. Да, я думаю, что нужно. Я думаю, что нужно. Это очередное фуфло. Запреты эти ни к чему не приведут. Нам нужен ликбез по поводу безалкогольного пива, разумеется. По поводу кваса, по поводу продуктов. Нам нужно воспитывать. На самом деле нам нужно воспитывать. И вот это выглядит немножко пафосно, да, и чуть даже высокомерно. Воспитывать. Кто-то такой, чтобы воспитывать. Но я чуть-чуть, допустим, разбираюсь в каком-то предмете. Я не хочу человеку ничего навязать. Я не хочу его убедить в вещах, которые мне выгодно. Я просто хочу ему объяснить, что вот ситуация. Вот так она выглядит со стороны профессионала. Разбирайся сам, сомневайся, задавай вопросы, интересуйся, пожалуйста. Но я хочу, чтобы у нас за 5, 10, 15, 20, 30 лет, 50, я не знаю, 50 самый правильный планирование вообще в государстве. Так вот, хотя бы за 20-30 лет у нас выросло поколение, которое бы разбиралось в том, что оно ест и что оно пьет. Если вятич, вятский квас, безалкогольное наше пиво внесет в это какой-то маленький хотя бы копеечный вклад, это очень правильное вложение. Как сказали бы до революции, когда еще Бог был жив, а Ниша был уже мертв. Это богоугодное дело. — Хорошо, спасибо. К сожалению, не успеваем мы подогреть интерес наших слушателей к новому продукту от компании «Вятич». Давай в следующий раз начнем именно с этого. — Давай начнем с этого. — Воводим из карантина выходи. — Да, спасибо большое. Через неделю мы встретимся здесь же. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». На сегодня завершаем. Всего доброго. До свидания.